Сейчас нам нанесен удар, наверное, сравнимый с подрывом северных потоков. Российских патриотов постиг очередной тяжелый удар. Внезапно выяснилось, что Китай вовсе не является союзником России по каким-то идейным соображениям, а просто цинично пользуется ситуацией, в которую Путин Россию завел и фактически просто пользуется тем, что Россия оказалась в зависимости от Китая. Китайские товары теперь стремительно захватывают российские рынки, вытесняя с них российских производителей, а на днях Китай и вовсе нанес подлый удар в спину. Самый крупный китайский банк, который обслуживал торговые операции с Россией, поддержал западные санкции и прекратил расчеты с Россией и Белоруссией. Зет-патриот Максим Калашников, который является одним из идеологов войны с Украиной, уже назвал этот шаг Китая ударом, который можно сравнить с подрывом северных потоков. Газета ведомости, деловые радиостанции сообщили, что сейчас нам нанесен удар, наверное, сравнимый с подрывом северных потоков. Самый крупный китайский банк по части обслуживания внешней торговли с Российской Федерацией, Чоу-Джоу, он прекратил принимать, собственно говоря, прилатежи, вести расчеты с Российской Федерацией и с Белоруссией. Ай-яй-яй, как нехорошо вышло. Российские патриоты, все эти шовинисты и имперцы думали, что можно безнаказанно напасть на Украину и захватить ее без всяких последствий. А тут такой удар. Этот Максим Калашников написал несколько книг, в которых призывал к захвату Украины, к ликвидации украинской государственности. Он, по сути, был одним из идеологов войны. Он ее подготавливал, он ее оправдывал, он ее рекламировал. Но, как вы понимаете, в своих книгах ничего о нынешней ситуации он не писал. Ничего не писал ни о санкциях, ни об ответственности. Потому что такая вот публика, она ни о какой ответственности за нападение на соседние государства просто не думала, потому что она не способна думать. Российские имперцы не способны думать. И теперь они воют, теперь они не понимают, что вообще происходит, потому что реальность не соответствует их бредовым фантазиям. Они вообще не представляли себе, что им придется нести ответственность за их людоедские полоумные планы. Понятно, почему это тяжелый удар. Потому что мы очень сейчас сильно зависим от импорта из Китая. И получается такая картина странная, фотосмагорическая. То есть вроде как на уровне Си Цзиньпина, главы лидера Китая, есть поддержка. Мы объявили нашим стратегическим партнером. А китайские банки после визита туда делегации Минфина США, они получается присоединились к санкциям. Ой, вот это подстава. Думали, что добрый Си Цзиньпин будет поддерживать безумные войны полоумного Путина. А тут выяснилось, что оказывается интересы своей страны ему важнее. И он не собирается действовать в ущерб Китаю ради Путина и его войны. Нанесли такой очень чувствительный удар. И уже деловые радиостанции, я смотрю, говорят уже во всём о возможном логистическом коллапсе. Проблемы для экономики. Ой, говорите, проблемы в экономике теперь будут? Странно. А Путин говорил, что санкции это вообще ерунда. И на Россию они никак не влияют. Уже в середине прошлого месяца начались серьёзные проблемы с гонконгскими банками. Ну, а вслед за ними начались и проблемы, собственно, с банками континентального Китая. Вот главная новость сегодняшнего дня. Это то, что коммерческий банк Чоу-Джоу приостановил платежи с российскими партнёрами. Пропагандисты, которые рассказывали про взятие Киева за три дня, о таком тоже не предупреждали. О том, что будет какая-то ответственность, о том, что наступят санкции, убеждали в основном какие-то нормальные, адекватные люди, как в самой России, так и в Украине. Но российские патриоты их, конечно же, не слушали. И объявили фашистами, и американскими агентами. То есть можно делать вывод, что для Китая победа Москвы на Украине, в общем, не так важна, как им сохранение своего места, как торгового партнёра Запада крупнейшего. Ну да, безусловно. Ого, вот это открытие для российского патриота. Они-то думали, что для Китая больше всего важна победа России в Украине. Но знаете, Си Цзиньпин просто спать не может, пока Россия Авдеевку не захватит. Тут внезапно выяснилось, что победа России в Украине для Китая вообще не важна. Для него только свои интересы важны. Кругом враги. Для нас всё-таки китайский импорт очень-очень значим. Ну давай с тобой лекарственные субстанции. Это из Китая, отчина, не только из Индии. Я не говорю о потребительских товарах, хотя это тоже немаловажный фактор. Я имею в виду об оборудовании. Поставки, например, мостов для автотехники, для специальной техники. Некоторые предприятия туда отправляют документацию. Китай заказа делает чертежи. Оттуда приходят задние мосты, например, для техники. И прочий удар будет очень-очень серьёзный в данном случае. Классную сверхдержаву построили российские патриоты. Ничего своего произвести не могут. Тотально зависят от импорта. Но вместо того, чтобы построить у себя все вот эти критично важные производства. Тех товаров, о которых он говорит. Вместо того, чтобы вкладывать деньги, а у них были колоссальные деньги. В свою экономику они бредили войной, насилием, агрессией, захватом половины Украины. Уничтожением украинцев. Теперь ровно те же патриоты, которые потратили все деньги на обстрелы Украины, на бомбардировки украинских городов. Потратили миллиарды, триллионы на то, чтобы стереть пол Мариуполя, Северодонецк, Бахмут, Солидар. Теперь эти же люди говорят, а как же так получилось? Ой, а что это, гляньте? Мы ничего не производим. А мы зависим от импорта. А у нас нет товаров. А где же мы их будем покупать? Ой, смотрите, санкции ввели. А у нас этого нет, мы сами это сделать не можем. Вот я ничего не буду даже говорить. Вот скажите сами, напишите в комментариях, это нормальные люди или это идиоты? Ну что ж, интерес Китая понятен. Он в случае успеха сохраняет американский и европейский рынок, а нас получают в качестве марионетки. То есть фактически про китайскую администрацию здесь. Смотрите, что выясняется спустя два года войны. Оказывается, совсем не в интересах Китая, чтобы Россия победила в Украине. А в интересах Китая, чтобы Россия, во-первых, влезла в дебильную войну без конца и края. Во-вторых, стала мировым изгоем. И в-третьих, как следствие, попала в зависимость от Китая. То есть стала китайской марионеткой благодаря вот этой идиотской войне, развязанной Путиным. То есть отсюда следует очевидный вывод. Либо Путин дурак, который просто не понимал, что он делает и создал эту ситуацию, сделал Россию китайской марионеткой. Либо он китайский агент, который просто сознательно способствовал реализации этого плана. Неприятное открытие для российских патриотов, да? Понятно. То есть никакого надежды нашего бомонда на то, что мы ничего делать не будем всерьез, а все само собой упадет, они сейчас на наших глазах развеиваются. То есть надежда на то, что Украина останется без денег и сколлапсирует, она развеяется. Да. И к печальному выводу о том, что Китай просто использует войну, чтобы превратить Россию в свою колонию, приходят не только вот такие фанатичные российские имперцы типа Максима Калашникова, но и российские ученые, которые говорят уже об этом открыто на самом высоком уровне, просто Путину в лицо. Вот, например, фрагмент недавней встречи Путина с российскими учеными, на которой Путину прямо говорят, что Китай пользуется ситуацией и он подчиняет себе российские рынки. Он захватывает российские рынки, заваливает их своими дешевыми товарами, а российские товары, соответственно, с этих рынков выбивает, потому что российские товары с этой дешевой китайской продукцией просто не могут конкурировать. В конце 2023 года мы видим следующее, что логистические цепочки выстроились и в основном очень активно на наш рынок поступили китайские научные приборы, которые в это же время очень активно начали тоже развиваться. И теперь нам уже надо конкурировать не с высокой ценой западных приборов, а с очень низкой ценой китайских, ну, в целом, таких азиатских, наверное, стран. Значит, у которых очень дешевое производство, они очень активно применяют демпинг цен и обладают существенно большим рынком, чем наши российские производители. Посмотрите на это лицо. Что-то, по-моему, он уже не очень доволен ходом СВО. Думает, куда я попал, чего я вообще в это полез, что теперь вообще делать. Китай демпингует, захватывает российский рынок, а сделать с этим ничего нельзя, потому что Россия от Китая в тотальной зависимости благодаря гениальным многоходовочкам Путина. Это Китай может позволить себе что угодно, может блокировать платежи, блокировать свои банки для россиян, поддерживать любые санкции. А Великая Путинская империя Китаю ничего диктовать в ответ не может. Она может только кланяться и утираться. И можно не сомневаться, что из-за этой ситуации Китай выжмет из России просто по максимуму все, что только может. Он отыграется по полной, потому что Россией управляют дураки, которые сами себя в эту ситуацию загнали. Ну а Китай, соответственно, действует рационально, умно и на этой ситуации зарабатывает. Он ей пользуется. А платить за все будут, как всегда, тупорогие российские шовинисты. Они будут платить, потому что эту ситуацию они целиком и полностью создали своими руками. И других выходов у них теперь нет. Подписывайтесь на канал, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok